Если мы не будем складывать все свои усилия для достижения результата всеми возможными способами, то ситуация меняться не будет. Иллюзий у меня не было, я как бы изучил ситуацию, как АСВ проводит первое собрание претензоров, но надежда была добиваться прозрачности, справедливости во время банкротных процессов, разбираться досконально, что же как происходит. Почему отзывается лицензия в самый последний момент с огромной выводой, почему люди ничего не получают. И, конечно же, системно, как Эмбрил Александр Проджи, убиваться от того, чтобы мы были приняты, и у того системные меры по защите кредиторов и вкладчиков. Удалось исправить эту брешь. Да, это брешь, это только первый шаг, эта брешь, она больше не имеет процессуальное значение, но все равно это удалось сделать. Причем удалось и сделать не с первого раза, потому что первая инстанция и апелляция, они отказали в этих требованиях, почти не вникая в существо проблемы и ссылаясь на банковскую тайну. И навстречу нам пошла, не только касаться, сон для Московского округа, который расположен здесь неподалеку. Вот там действительно дело было рассмотрено очень четко, очень скрупулезно по существу. Когда временная администрация вывела на подконтрольный АСВ банк 600 миллионов рублей, стало понятно, что не проверять действия администрации и не проверять действия АСВ невозможно. Этим нужно заниматься. Поэтому на данном тактическом этапе идет судебная проверка именно этого направления. Ситуация действительно тяжелая, но важно для меня сейчас, так как мы находимся в этом зале, я хочу поговорить все-таки о предпринимателях и о правах предпринимателя. Что такое физическое лицо? Ну, пропали деньги у физического лица. Ну, инсульт. Ну, инфаркт. Ну, раньше умрет меньше пенсии платить. Ну, по большому счету. Что такое физическое лицо? Давайте поговорим, что такое юридическое лицо. Юридическое лицо, предприниматель – это человек, который создал рабочие места. Правда? Это та курица, которая для государства несет золотые яйца. Если мы говорим о том, что производительность труда должна расти, уровень какой-то промышленности должен расти, продукта должно стать государственно больше, как же мы поддерживаем до этого предпринимателя? Ну, что ж мы его ногами попинаем? Если физическое лицо хотя бы получит какую-то компенсацию, на которую завтра можно купить кусочек хлеба, то юридическое лицо, вот как надо было встать, посмотреть в глаза 150 работникам в середине декабря месяца перед Новым годом и сказать, адекватный декабря.